Вы думаете, он беспокоится о судьбе русских в Донецке? Плевать он хотел. Он перед этим и все интересы русских продал в Туркмении. Вы знаете это? Вы знаете, что он заключил с Туркменбаши, когда тот еще был жив, договор газ в обмен на русских? Он сказал так, нам наплевать на русских, которые живут в Ашхабаде и в Туркмении. Если вы нам гарантируете поставки газа, чтобы мы потом их продавали в Европу, там, Украине и так далее, вы можете забирать гражданство этих русских. Он до сих пор это делает. Что, в Крыму там кто-то ущемлял русских, там русские у власти всегда были? Или в Донецке кто-то их трогал? Ему абсолютно плевать. Ему главное удержать власть любой ценой. Да, и если нужна победоносная война с братьями, украинцами, он будет воевать. Потому что цель не обеспечить порядок и благоденствие Донбасса, это полная ерунда. Абсолютно. А цель удержать власть. Он бы ее мог удержать, если бы он строил дороги у нас в стране, если бы у нас в стране налажилось здравоохранение, если бы у нас не было африканский уровень смертности. В моей родной области, теперь Ярославска, где я депутат, умирают люди от онкоболезни. Знаете почему? Потому что нет лекарств, обезболивающих лекарств, и люди заканчивают жизнь самоубийством, потому что нет денег в бюджете. И этот негодяй, вместо того, чтобы Россией заниматься и решать наши проблемы, он решил вас учить. Вот это бесит, понимаете? Я понимаю, мы были Америкой, процветающей страной. И вот мы несем что-то светлое, великое и полезное украинскому народу. Что светлого великого несем? Этого ублюдка Киселева, Дмитрия, светлого мы несем? Или продажу нефти и газа по всему миру? И за счет этого набивание себе карманов. Что светлого-то мы вам хотим дать? Мы...